В столице республики прошел финал конкурса «Учитель года 2020». Его участниками стали 27 педагогов. Учителя математики, русского языка и литературы, физики, географии и иностранных языков соревновались между собой с апреля этого года. На первом этапе педагоги в течение трех дней в прямом эфире вели свои занятия. По его итогам семь педагогов прошли во второй тур. А сегодня состоялась презентация методик преподавания. Кроме того, на открытой дискуссии обсудили насущные проблемы отрасли. Все этапы испытания дошел до финальной части, уже победители. Отрадно, что в вашем лице происходит поднятие престижа профессии учителя. В настоящее время для нас очень важно и актуально. Александр Карпов преподает историю уже шесть лет. На конкурсе представил свою разработку «Веб-квест». Педагог считает, что это идеальный вариант для дистанционного обучения. Интересно, а главное – результативно. Действительно важно, может быть, найти подход к каждому. Может быть, он не имеет способности к истории общества, знанию. Он другого склада ума ребенок. Но у него есть творческие способности, есть какие-то коммуникативные. И поэтому надо тогда на это обращать внимание. То есть вот в этом сложность работы учителя. Оценивает работу Александра и остальных участников профессиональное жюри. В его составе победитель республиканского конкурса «Учитель года-2019» Ольга Физер. Мастерство, уникальные методики, коммуникабельность – все это важно для педагога. Но есть и другая страна конкурса, считает Ольга. Мотивация, поддержка, доброе слово и улыбка в жизни играет намного больше, чем просто требования. Поддержка детей, поддержка конкурсантов, поддержка людей, с кем ты общаешься – это очень важная составляющая нашей жизни и нашего общения. Простого, человеческого, настоящего. Кто получит звание «Учитель года-2020» станет известно на августовской конференции педагогов. Победитель представит нашу республику на российском уровне. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.